Таня, посмотри, сколько здесь воды. Это же кошмар, сколько канализации-то. А там вообще кошмар, что творится. Вся болелька затоплена, вся. Полностью затоплена. Здесь откачивать нужно. Откачивали, откачивали, а фекалии не уходят. Глубина этой лужи как минимум полметра. Еще летом мы рассказывали об этом неудобном доме. Подвал затоплен канализационными стоками. Повсюду мошкара, плесень и даже блохи. В июне мы писали запрос в управляющую компанию, на что получили отписку. Виноваты жильцы, которые кидают мусор в канализацию, мы чистим. Спустя месяц ситуация не изменилась. Очередной потоп. Жители написали обращение в ВГЖН и Роспотребнадзор. В Роспотребнадзор мы писали. В конечном итоге они, когда делали туда запрос, уже отписалось, что они нам все в подвале прибрали, все откачка была у них, значит, обработали они все и засыпали хлорной известью. В конечном итоге там это было все, ничего этого сделано не было, просто ЖЭУ обманывают. Жители рассказывают, что сотрудники Березняковской водоснабжающей компании на этой неделе прочищали колодцы. Однако теперь затопленный подвал – это полбеды. В этот раз из-за подтопления жильцы третьего этажа в третьем подъезде остались без электричества. Электричество, вот эти проводочки все, они на этом, как это называют, ликопласти, на изоленте, там все-все-все-все-все-все. На соплях, все прям вот, вообще даже, потому что вот это вот все, на эти проводочки все это капает с труб, вот это все, представляете, если можете это замкнуть, весь дом останется без электричества. Ну ладно, там где-то быстро восстановят, но так и тоже нельзя. Может как-то было по частям уже столько лет. А канализационные какие трубы, в каком состоянии? Это же вообще ужасно. И за что берут содержание жилья? Сил воевать с управляющей компанией ЖО1 больше нет, говорят жители. На общем собрании было принято решение написать коллективное заявление в прокуратуру, собрать таких же отчаявшихся, кто пострадал от бездействия этих коммунальщиков и написать коллективное заявление в госорганы, обратиться в суд. Мы отправим официальные запросы в управляющую компанию. И к этой теме обязательно вернемся. Валерия Галакова, Кирилл Яранцев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова